Нелегальная рыбалка в Калининградской области проходит двухмесячник тишины. В это время многие виды рыб идут на нерест, поэтому охота на них категорически запрещена. Но, несмотря на это, некоторые любители наживы все же выходят на водную гладь. Так, в ходе очередного рейда сотрудниками рыбоохраны были задержаны трое мужчин. Злоумышленники пытались кустарным способом выловить ценные породы рыб, но мужчины не подозревали, что все это время за ними следили сотрудники рыбоохраны. Когда же на горизонте появились мужчины в форме, преступники поспешили скрыться. Специальный УАЗ оборудован по последнему слову техники. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось изрядно потрудиться, чтобы догнать беглецов. Как выяснилось позже, на такую спецтехнику мужчин даже не было соответствующих документов. Судя по всему, к нелегальной рыбалке задержанные заранее и хорошо подготовились. Хотя сами мужчины утверждали, что в темное время суток на берег водоема они попали случайно. Кто просто отмалчивался, а кто рассказывал увлекательную историю про ссору с девушкой и путь домой на попутке. Хотел до дома добраться, вот добрался. На чем вы хотели добраться? Вот с соседом хотел добраться, до дома. Я сел в машину, поехал, вот вы уже начали завалить мне сам кусок, сказали, что будем рыжать. Хотя я вообще могу снять этот стул, который не может остановить, чем я одет, вот видите. Я также прогулялся с девушкой, поругался. Можешь тебе пояснить по поводу вашего задержания вообще здесь? Да ничего, я с собакой. Что с собакой? Взялся. Основу улова мужчин составили судак и лещ. Таким образом, злоумышленники нанесли непоправимый урон экологии. Ведь каждая самка этих видов рыб на нересте приносит от 200 до 800 тысяч икринок. Мы находимся на нересте леща и судака. Хочу напомнить, что сейчас проходит двухмесячник по охране весенних нерестующих видов рыб. С 20 апреля по 20 июня рыба подошла на нерест. Мы работаем в усиленном режиме. И сегодня проводился рейд по цели выявления и пресечения фактов незаконной добычи водных ресурсов организованными группами лиц. Напомним, при серьезных нарушениях правила незаконной ловли рыбы штраф может доходить до 200 тысяч рублей. А при использовании запрещенных орудий ловли и способов массового истребления водных животных и растений, особенно в местах нереста или на иммиграционных путях к ним, может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных животных и растений». По этой статье наказание выносится судом в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет. Рейды по охране рыбных ресурсов будут продолжаться и далее. Екатерина Степанова. Специально для места происшествия.